Мы нищие и многих обогащаем, это наша власть. Мы нищими себя называем не потому, что у нас ничего нет, а потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились, мы сказали, да это все ерунда, управление номер один. Ты поставлен на управление, поставлен как сын, на котором мы поставили печать на лбу, раздавать хлеб жизни. Это сын, который не говорит, дай мне козленка, сын, который раздает этих козлят, назначает урочное служанкам, меру хлеба выделяет. Мне не нужен миллион долларов, мне нужно миллион возможностей. Процветание! Не здесь! Процветание! Здесь! Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании я ведь избрание. Здравствуйте, дорогие друзья! Я уверен, что вы уже с нетерпением ждете продолжения нашего замечательного курса. И наш курс, он как фарсистский корабль набирает свои обороты. Открываются новые горизонты. И я знаю точно, что многие из вас, вы уже приступили к этому квесту, к практической части нашего курса. Дорогие друзья, я хочу сказать буквально несколько объявлений, которые, независимо от того, когда ты будешь смотреть это видео, они тебе пригодятся. Я хочу сказать, что все, кто учатся сейчас на курсе, вам нужно на самом деле не ожидать, что курс закончится. Даже если ты все равно упорно не видишь себя ни в продажах, ни в торговле, ни как будто еще до сих пор эта твердыня не рухнула в твоем сознании. Чтобы успешно пройти этот курс, на самом деле, друзья мои, нужно попробовать делать все, что я здесь говорю. Отец дал мне реально потрясающую концепцию этого курса. Даже если ты сегодня, ты просто сидишь безработный, уже просто делая то, что я здесь говорю, ты уже можешь увидеть какие-то первые деньги. Отвлекись от своих долгов, отвлекись от своих проблем. Здесь реально течет поток мудрости. Я сам в восхищении великом того, что делает вообще отец. Я хочу сказать, дорогие друзья, опять, независимо от того, насколько ты будешь своевременно, либо потом когда-нибудь, либо все наши дорогие курсанты, которые будут смотреть этот курс уже в переводе на разные языки, английский, немецкий. Независимо от времени, может, это будет там через год. Тем не менее, мы говорим сегодня, что у нас следующий этап после курса – это развитие служения, которое называется «Престол бизнеса». И «Престол бизнеса» – это служение, которое будет вовлекать в служение вам разных, самых разных профессионалов, которые будут давать свое знание, которые будут давать возможность даже, не просто знание, а давать возможность быть вовлеченными в разного рода бизнес-проекты, в разного рода бизнес-направления. Это самые разные направления. Я не хочу просто заранее все говорить, но они рождаются, и они задуманы отцом. Многие получат колоссальный опыт, и даже, ну даже не даже, а как следствие, это будет что-то свое, какой-то свой бизнес. Я каждый день, вот моя жена Олечка, там, свидетель, и сам отец, что я каждый день, мой самый большой, вот, знаете, порыв сердца через этот курс сделать так, чтобы процветали сыны Божьи. Как не обходи эту идею, дорогие друзья, она все равно именно так и выглядит. Дело в том, что, знаете, как в религии, в системах разных, и не только в религиозных системах, в политических, в государственных, экономических, на самом деле никто из правителей не заинтересован в том, чтобы люди процветали. Почему? По-настоящему не заинтересован. Они пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны, они хотят, чтобы в казну поступали налоги, ну, в церковь поступали десятиные пожертвования. Но с другой стороны, они не хотят, чтобы люди богатели, потому что люди богатые, они начинают быть самостоятельными. И в церкви, и в государстве. И поэтому вся вот система вавилонская, она основана на том, чтобы с одной стороны, как с тебя много поиметь, если ты не процветаешь. Один только выход – увеличивать налоги и обманывать. И это происходит и в вавилонской системе через политику, и в вавилонской системе через религию. Собирают там, например, десятины и думают, как еще больше что-то, знаете, давайте еще пожертвования, а давайте еще партнерские. Я лично был в системе, где десятина – это было одно, пожертвования – они было второе. Причем пожертвования старались сделать так, чтобы это была вторая десятина. Партнерские – это вообще, это была отдельная тема, только это считалось тем, что ты сеешь в Евангелии, в благотворительность. Таким образом, если ты суммировал все, что ты отдавал туда за месяц, ты мог реально видеть, что это вообще, ты живешь на то, что осталось. И считалось, что это нормально. В государстве то же самое. Ни один человек, живущий, ни один налогоплательщик никогда в жизни не знает, на самом деле, сколько он произвел денег. Ему все время пытаются убедить, что ты произвел, вот чуть-чуть мы у тебя взяли. Но тем не менее, ты уплачиваешь подоходный налог. Каждый раз, покупая товары, ты платишь налог на добавленную стоимость. То есть, он включен в товар. То есть, по сути дела говорят, что с тебя берут налоги самыми разными способами, и ты еще даже не знаешь, какими. Ты платишь налоги на землю, ты платишь налоги на все-все-все, чем пользуешься. Да плюс еще, у тебя с зарплаты постоянно подоходные налоги, там целые статьи. Я не буду сейчас заниматься этим ликбезом, но я хочу сказать, друзья мои, ты должен себе ответить честно. Единственное, кто заинтересован в твоем процветании, это Андрей Яковишин. Я шучу, друзья мои. Ну, на самом деле, отец. Единственное, кто заинтересован в твоем преуспевании, в процветании, это отец. И поэтому сегодня, друзья мои, мы будем делать все возможное для того, чтобы предоставлять практическую возможность расширяться и преуспевать. Может, ты всю жизнь проработал на заводе, но пройдя вот эти ступени, курс Меч Соломона, потом войдя в престол бизнеса, выбрав себе направление, сферу, в которой ты хочешь двигаться, мы будем помогать в этом. Ты уже можешь не когда-нибудь, не из золотой какой-то дырки в потолке, а реально увидеть, что мир, друг мой, наполнен деньгами под завязку. Просто их много. Люди, которые знают этот секрет, они просто, сказать тебе правду, они не знают, куда пристроить эти многочисленные деньги. Для них это вообще уже не проблема. И эти люди сегодня, они рулят. Понятное дело, что, может быть, со своего уровня ты не можешь взять и заскочить сразу туда, где они все это делают, и где они смотрят на эту массу денег, как на просто какой-то инструмент. Но я тебе хочу, чтобы ты заранее знал эту тайну. Денег в мире хватает, золото, всех ресурсов настолько, что человек уже сейчас мог бы жить в так называемом раю денежном, финансовом. Ну, то есть ресурсов так много, что их хватает на всех и навсегда. Вот запомни, ресурсов в землю вложено так много, что сам Бог об этом отец позаботился. Он знал, что будут миллиарды людей. Как вы думаете, он не заложил ресурс землю? Заложил. Она уже золотая. Земля – это золотая жила, бесконечная. Всего так много, что хватит всем и навсегда. И все, что за это отвечает, друзья мои, это управление. Включая управление, ты начинаешь быть одним избранным. Ну, как не начинаешь быть избранным. А ты вот реально, друг мой, подумай над этим. Зная этот секрет, ты пополняешь вот это сословие избранных людей, знающих тайну, что здесь всего хватает всем и навсегда. Что на самом деле ресурс забит в землю колоссальный. Что ты можешь, всего лишь обладая знанием и способностью управлять, стоять возле таких потоков финансовых, что просто может тебе даже не снилось. Никакая дырка нигде не нужна, мой друг. На самом деле реки текут. Вот эти фессон, хавила, слова всем известные, как реки процветания, реки золота. Они реально текут по всей земле, наполняя ее всем необходимым. Но кто-то, знаете, глаза глупого на краю земли, они говорят, золото будет где-то там в небесах, там всего будет хватать. Не понимая, что эти реки, это райские реки, это те, которые на самом деле доступны тем, кто имеет управление в голове. И поэтому мы учимся. Я хочу, чтобы вы знали, друзья мои, следите внимательно за всеми предложениями, которые мы будем делать. Мы сейчас, вот в этом следующем этапе, я уже готовлю вас, в следующем этапе меч Соломона, он постепенно будет перерастать в этот практически престол бизнеса, где, как я сказал, мы будем входить уже в сферы. Например, я очень сильно ревнуюсь, чтобы некоторые сферы, которые очень популярны и будут популярны всегда, я немножко сегодня перечислю эти сферы, они были заполнены сынами Божьими, как теми, кто в состоянии являть эту ипостась, купи у меня. Я хочу, чтобы все основные сферы были под контролем сынов Божьих. Как нам это сделать? Очень просто. Когда отец говорил слова, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, это не было только о деторождении, потому что можем плодиться, размножаться и наполнять сферы в бизнесе, обучая, говоря, каким образом владеть этими сферами. Если сегодня взять какую-то отдельную сферу, например, торговли, и научить множество сынов, каким образом забрать эту сферу, вы представляете, всеми этими сферами правят, друзья мои, единицы. И сегодня наша сила плодиться, умножаться и наполнять собою все. Мы знаем этот секрет. Кто-то заходит, контролируя, а мы заходим, плодясь, размножаясь и наполняя землю. Мы, те, кто свободны от таких категорий, что если ты что-то нашел, то нужно забрать это себе, лишить всех. У нас мышление другое, мы наоборот. Вот как я, например, обнаруживаю какую-то жилу. Да, я говорю, давайте все сюда, сейчас мы ее возьмем все вместе. Мирской человек, он думает, так мне тогда не хватит, если все разберут. А Божий человек, Сын Божий, он думает, так мы преломим и умножим. Мы захватим. У нас есть привилегия плодиться, умножаться и наполнять землю. Что это? Это умножение. Даже самих себя мы преломляем и наполняем. И поэтому таким образом мы можем забивать все сферы. Это уже, знаете, ну как мой глобализм, моя натура вот такая, знаете, стратегически захватывать что-то, данное мне отцом, это открытая часть характера Божьего. Я просто спешу найти ее применение. Поэтому не отвлекайтесь, не идите куда попало. Знаете, кто-то кинул идею там, может на бирже торговать, и все побежали туда. У нас все это есть. Мы можем заполнить и эту сферу так же, и любую другую. И мы будем это делать. Поэтому прислушивайтесь. Здесь, отсюда исходит все самое лучшее и будет исходить. Я сижу, отвечаю за это. Я говорю, что, молюсь каждый день за это. Говорю, отец, я хочу, чтобы они были всегда в твоих руках. Написано, никто не похитит из руки твоей. И в какую бы сферу бизнеса кто-то не вторгался, он должен быть в твоей руке. Отец в твоей руке. Чтобы избрание являлось через преуспевание. Поэтому, друзья мои, будьте внимательны. Это такое мое, знаете, вступление. Сегодня у нас продолжается тема ресурсы. Скажи, ресурсы. Когда ты приступаешь... Ресурсы, друзья мои. Помните, да, в прошлый раз мы начали это. Я говорил, что когда ты приступаешь к тому, что мы называем преумножением, владением, расширением владычества, ты должен, знаете, как вот этот Моисей, который пошел выводить евреев из Египта. И отец работал с ним на тему ресурсов. Тот говорит, как я это сделаю? Знаете, что он сказал? Что в твоей руке? Вот это то, чему научил меня отец много лет назад, когда нужны ресурсы. Это вот запишите себе правило ресурсов от Моисея. Сегодня вот этот момент, он не от Соломона, он от Моисея. Ему дана огромная задача, у него огромный проект. Знаете, кормить миллионы людей. Знаете, с чего началось? Началось не с чудес. Началось с вопроса Бога, что в твоей руке? И всем, кто хочет начинать приумножать, Иисус знал этот секрет. Он тоже, а что у нас есть? Тебе говорят, вот чуть-чуть рыбы, чуть-чуть хлеба. Сразу, что у тебя есть? Но что это для такого множества? Ну что такое сухая палка для того, чтобы выводить 2 миллиона? То есть несоответствие ресурса. Но именно с этого все начинается. Поэтому то, что я буду сегодня говорить, нельзя пропустить мимо ушей. Кто-то будет сидеть, смотреть меня и говорить, ну, куча там хороших мыслей. Но мой разум говорит мне, что ресурс – это деньги. Вот деньги. И знаете, вот, друзья мои, меня раздражает это. Это самое частое, что я слышу, когда говорю за бизнес, говорит, нет начального капитала. И поэтому я все время смеюсь с этого. Я говорю, хорошо, начального капитала нет, а что есть? И человек говорит, ну, нет начального капитала, значит, ничего нет. Я говорю, а что входит в начальный капитал? Ну, деньги. Я говорю, и все, и все. Поэтому сегодня мы будем продолжать рассматривать. В прошлом нашем уроке мы рассматривали ресурс, и это самый главный ресурс, который есть у нас – это люди. И одним из заданий было сесть и записать со своего окружения, кто у тебя есть, что это за люди, какой вообще это ресурс. Да, нужно примириться было, потому что очень многие даже осознали, что потеряли кучу людей. Но у Соломона, он сразу этот ресурс подключил, первым, он написал хираму. И сегодня мы будем дальше говорить, какие еще есть ресурсы, кроме человеческого. И в конце я дам задание еще на квест. Квест продолжается. Будет еще одно задание. Это будет очень крутое задание. Вам понравится. И будет, конечно же, молитва за вас, за ваш разум, за состояние торговца. Потому что, друзья мои, последнее, что скажу во вступлении, это то, что торговец, вы помните, это одна из ипостасей Сына Божьего. Странник, пришелец, торговец. Я хочу задать вам вопрос. Скажите, а есть что-то общее между странником, пришельцем и торговцем? Конечно, странник, и пришелец, и торговец, это люди, личности, оторванные от земных корней. Они не сидят на одном месте. Они постоянно в поиске странник лучшей земли, лучшего отечества. Торговец, жемчужины ищут. То есть, они все ищут. Они все не привязаны. Они в состоянии, в которое я вас ввожу, друзья мои. Это оторваться от условностей. Моя работа, мой город, где я живу. Потому что на самом деле ко многим из вас придет преуспевание, фактическое, появятся деньги, когда вы от этого оторветесь. Не бояться будете сменить место жительства. Вот я показываю свой пример. Вообще, вам всем надо приезжать в Турцию. Я шучу, я шучу. Просто, когда я пишу этот курс, я нахожусь сейчас в Турции. И очень огромные планы на это все. И вот, друзья мои, странники, пришельцы. Недавно на бизнес-семинарии в Казахстане я говорил об этом. Какая у тебя картина, когда ты говоришь слово странник, пришелец? Мы странники, мы пришельцы. Большинство на бизнес-семинарии их сказало, ну, такой человек с посохом, в такой скромной одежде, дорожной. Я говорю, но почему-то по странному обстоятельству Авраам, Исаак, Яков назывались странниками. А это были мультимиллионеры, миллиардеры, а очень состоятельные, богатейшие люди Востока. Ничего себе бродяги. Странник и пришелец это не бродяга, а это преуспевающая личность, которая, несмотря на свое преуспевание, умение приумножать, еще и все равно идет к лучшему. Который может из пустыни сделать оазис для жизни, для многих поколений. Помните, как Авраама вывел, бог ее тот посмотрел, а там пустыня. Лот-то выбрал зеленеющую землю, а этот пустыню. И тот показал ему, говорит, ничего, это все будет твое. Что видели глаза Авраама? Пустыня, это все будет твое. Не всю жизнь мечтал иметь огромную пустыню. Вы себя, нет. Евреев, которых вывели в землю обетован, они тоже считались странниками, пришельцами, и бог им даже дал такой праздник. Говорит, вы были странниками, вот, почитайте странников. Обусловил это разными праздниками, традициями, отношениями к тем, кто перемещается. Говорит, и ты был странником в земле чужой и так далее. И поэтому это очень похоже. И сегодня, друзья мои, одна из моих задач это оторвать вас от этих вот корней, пробовать себя. Вот этот квест, он направлен не столько на то, чтобы тебя там даже обогатить финансово, потому что это будет следствие. Сколько приобрести навык двигаться непривычными вещами, двигаться непривычными путями, знаешь, как приучать свою душу к разным таким вызовам. Вау, а что если я там вот бах и материализовать сумму денег? Из чего? А что у тебя в руке? Да вот у меня тут гитара без струн стоит, ну попробуй ее продать. Один из примеров, который мы увидели, сестра видит, продали гитару без струн. Другие люди пишут, мы продали то, что и не думали продать, да за такие деньги, вау, круто. Земля, которая не продавалась много лет, мы пошли путем квеста, решили вызов, продастся или нет, приложили усилия, продали. И так много, много, много всего. И так, первый важный самый ресурс. Приступаем. Какой первый самый главный ресурс у тебя? Правильно, я знаю, что ты правильно сейчас ответил. Это люди, скажи, люди. Извлекается из людей все самое ценное. И это в прошлом уроке вы можете еще раз его пересмотреть. Кто бы что не говорил, люди это главный ресурс. Следующее по значимости. Хотя, если честно, друзья мои, по значимости реализации, то, что я сейчас буду говорить, вот этот ресурс, он первичнее, чем люди. Но я поставил людей впереди, потому что моя внутренность, внутренность Сына Божьего, она потребовала все-таки, чтобы люди, они были номер один. На самом деле по значимости, что Писание нам говорит, в начале было слово. Слово, друзья мои, это идея, мысль. Поэтому самый главный ресурс вообще, который есть в бизнесе, друзья мои, это идея. Если ты нашел идею, вот как эту жемчужину, которую искал купец, вау, нашел идею, покупаю все поле, никому не говорю, тихо, 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 чтобы только сейчас никто не догадался, кроме меня, что можно вот так зарабатывать, что можно вот так реализоваться. Поэтому высшее, вообще высшее, высшее ресурс, это идея. Сейчас я чуть-чуть об этом расскажу. Смотрите, я говорил, раньше это кто-то слышал, но скажу еще раз. Люди делятся на три категории. Высшая категория людей обсуждает что? Идеи. Вот знаете, люди, которые вот, личности, которые на самом деле богатые внутри, высокого уровня мышления, когда они встречаются, когда они находятся наедине с собой, в голове у них крутятся идеи, они обсуждают между собой идеи. И вот это их тема, они встречаются, они обсуждают идеи. И я вам советую всем быть такими людьми. Когда встречаются между собой, обсуждайте идеи. Спускаемся ниже по этой лестнице. Средняя категория людей обсуждают события. То есть, если ты обсуждаешь события, в принципе, ты еще не на самой низшей категории. Почему? Потому что, ну, события, это объективная реальность какая-то, да, через, там, каналы разные. То есть, ты узнаешь о событиях и ты их обсуждаешь. Ну, вот так вот. Это средняя категория. Но им, знаете, как, эта позиция, она ничего не производит, в отличие от идей. Вы сейчас все живете, друзья мои, мир вещей, мир вот новостей и мир материальных ценностей, да, это все чья-то когда-то идея. Даже событие, которое вы обсуждаете, оно было сотворено чьей-то идеей. Кто-то принял, знаете, выродил, или как, родил такую идею, пошел процесс и стали создаваться новости. То есть, новости подхватывают то, что произошло в результате чьей-то идеи. Поэтому, если ты обсуждаешь новости, это уже продукт чьей-то идеи. Это не сфера Творца. Как вы думаете, Бог обсуждает новости или нет? Нет. Для него вообще никаких новостей не существует. Он делает новости. У него идея возникла и новости подхватили и понесли. Евангелие это новость. Понимаете, да? То есть, Бог что-то сотворил и говорит, идите теперь расскажите. И новости пошли. То есть, смысл в том, что тот, кто разносит даже Евангелие, распространяет его, он должен еще себя осознавать и Творцом. Но это отдельная тема. смысл в чем, друзья? Второй уровень средний это обсуждать события. Самый низший уровень, от которого мы вообще должны отказаться и в нашем служении, в нашем движении меня раздражает это. Это, если это признаки проявляются, это обсуждать людей. Тем не менее, масса огромная верующих, она находится на этом уровне. Я скажу вам, на этом уровне бизнес не сделаете никогда. Ни денег, ни процветания не будет. Не обсуждайте людей, это неинтересно. Во-первых, когда ты обсуждаешь людей, скорее всего, что ты не живешь никакую свою жизнь. А значит, у тебя нету никакого стимула рождать идеи. Ты постоянно обсуждаешь чьи-то идеи, чьи-то события. То есть, все у тебя о людях, все ты говоришь о людях, он пошел туда, он пошел сюда, то есть, ты живешь не свою жизнь. И поэтому самый высший уровень, на который я вас всех предлагаю сознательно взойти и находиться, это постоянно думать идеей. Расскажу такой анекдот, знаете, вот когда однажды в Одессе, в Одессе, есть такой город прекрасный, где я жил и считаю себя, что я отношусь к этому городу, в Одессе. одному человеку в революционные времена подошли и сказали, послушайте, уважаемые, тут немножко неудобно получается, вы своей внешностью очень напоминаете Владимира Ильича Ленина. И Ленин, это такая личность двух Лениных, быть не может, поэтому можете ли вы изменить свою внешность немножко, чтобы все-таки вы не похожи были на Ильича. И этот человек ответил, ну богатку то я батенька мой сбрею, а идейки куда девать прикажете. То есть у него кроме внешности у него постоянные были идейки, да, и он считал, что он этим на Ленина похож, а не внешностью, да, и поэтому идея, друзья мои, это вот такая шутка была, которая показала, что идея это номер один. Живите в мире идей своих собственных, цените. Сейчас я скажу вам момент, друзья мои, который я говорил когда-то в курсе созерцательной жизни, я говорил о том, что все, что вам отец говорит, все пророчества на вашу жизнь, вам нужно записывать, и это первый шаг материализации. Знаете, что тогда происходит? Человек вдруг возводит на высокую высоту и ценит то, что у него происходит внутри. Большинство из вас, друзья мои, еще пока что, к сожалению, вы очень сильно не цените того, что происходит у вас внутри. Скажу, недостаточно цените. Я знаю, о чем я говорю. Люди еще до сих пор рассуждают, от Бога ли мне эта мысль пришла, не от Бога. Вместо того, что как я учил сказать, что все, что приходит мне в голову, это ценно. Конечно, я буду из всего, что приходит мне выбирать наиболее ценное, из всего ничтожного находить драгоценное все больше и больше. Что с вами произойдет? В один момент вы станете чувствовать себя очень целостным. И идеи, которые будут приходить вам в голову, они будут стоить миллионы долларов. и записывайте. Я учил всех записывать свои откровения. Теперь я говорю об идеях, то же самое. Тебе пришла идея, вы знаете, бывает, ты едешь в тралике, где-нибудь в тралике едешь, вы все на мерседесах ездите, но у меня машины нет, я еще иногда езжу в общественном транспорте. И вот еду на автобусе и вдруг вижу какое-то строение, либо какое-то что-то организованное, какой-то реализованный проект. И вдруг мне приходит какая-то идея, как можно это улучшить. Вот например. И я считаю, что такие идеи, их вообще нужно записывать. Ты скажешь, ну может я в эту сферу никогда не войду. Тренируй мозги, они начнут у тебя видеть вокруг все больше и больше. Я лично нахожусь в такой стадии своего развития, сознания своего, что я даже не успеваю такие все идеи записывать. У меня куча всего, но тем не менее, как экскаватор. Мой разум постоянно работает над тем, чтобы рождать новые проекты, новые вещи. Мне вчерашнее неинтересно. У нас все всегда меняется. Знаете, и те, кто с нами двигается по-настоящему, они даже говорят, мы не успеваем за тобой. У тебя вот просто. И друзья мои, это не полная моя скорость. Не то, что я вас там щажу или еще что-то. Я ревную о том, чтобы мне двигаться с полной скоростью. Потому что очень много чего такого, что я могу реализовывать, но еще не научился до всего быстро доставать и всем рулить. Поэтому еще иногда усталость, иногда еще какие-то вещи бывают. Но я сделаю это. Я выйду на те уровни осознанности, где я смогу это все делать. Хотя уже немало. Поэтому когда тебе приходят идеи, как понять вообще, что эта идея чего-то стоит. Есть такие люди, которые идейки раздают. О, тебе здесь надо вот это. Это ничего не стоит. На самом деле идея это жемчужина. Если ты ради этой жемчужины готов купить поле, пришла тебе идея. И тебе надо в мыслях дойти до конца, где ты реально готов ради этой идеи уже что-то делать. Готов это воплощать. Но первый шаг, эта идея пришла, ты ее записал. Это уже говорит о том, что ты видишь, что в этом есть ценность. Если тебе лень это делать, если ты ай, там все равно ничего не будет. Самое главное, что ущерб, который в этом подходе тебя ждет, это ты никогда не научишься смотреть на свою золотую голову, как на золотую, как на путевку в жизнь. Ты просто говоришь, да в этой голове чего только нету, одни там идеи много, но все это ерунда. Но так жемчужину не ищут. Жемчужину ищут вот так, перебирая много жемчужин, потом увидел одну большую и взял ее. И это касается идеи. Идеи это огромный ресурс. Сейчас я вам скажу несколько вещей про идеи. Вау! Мне нравится. Вот я честно вам скажу, друзья мои, что это вот люди и идеи вот мой это основной ресурс. Смотрите, идея это не просто мысль, это сила, престола, вокруг которой можно собрать огромное количество людей и других ресурсов. Мощная идея. Вначале было слово у Бога возникла идея. Он говорит, сотворим человека. Сначала идея, потом люди и потом все остальное. То есть он говорит, идея, сначала у него было видение, идея. И вокруг этой идеи собираются люди. Знаете, идея даже самая тупая может собрать людей вокруг. Посмотрите по сторонам. Есть бредовые идеи, которые не стоят вообще ничего в наших глазах. Как сюда вообще люди собираются? Но идея, она всегда находит своего слушателя, она всегда находит своего человека, который даже готов жертвовать. Я вам скажу, друзья, почитайте истории. Природа, вообще история человеческая, она знала вождей, которые с голой идеей организовали миллионы людей, которые работали, давали золото, приносили доходы, просто на голой идее, идеология. Они создавали целые течения, которым служили поколения. У них не было ничего. Если бы им сказали, вот тебе деньги, собери людей, они посмотрели на деньги и сказали, как можно за деньги, вот ресурс есть, деньги, как можно за деньги собрать миллион человек в поле, просто, чтобы тебя слушали. Вы знаете, что это иногда, никаких денег не хватит. Можно раздать в нищей стране по 10 долларов и сказать, придите, будет Евангелие. И так делают некоторые. Но с другой стороны, а доход какой? Нищие собрались, ты же еще заплатил. Доход только один, наснимать роликов и показать другой стране, какой ты крутяк. Это рекламная компания, по сути, затратная. Но есть идеи, друзья мои, есть идеи, содержащие в себе такую силу, что она собирает, организует вокруг себя людей, не надо там миллионы. Если твоя идея может собрать вокруг тебя, мы чуть-чуть в том уроке об этом говорили, если ты можешь уговорить, например, 10 человек работать на тебя, на твою идею, 2-3 месяца, ты реально можешь стартануть без денег в бизнесе, просто за счет того, что у тебя есть крутая идея, которая убедила людей. И поэтому идея это сила, скажи со мной, идея это сила, это мощный ресурс. Моя голова достойна, чтобы от нее принимать эти трансляции идей, записывать их, потому что я Бог, когда я говорю что-то, это достойно того, чтобы записывали. Если достойны твои откровения того, чтобы записывать, почему не могут быть достойны твои идеи того, чтобы их записывать и воплощать? Записывай все, возможно не все пригодится. Я хочу сказать, Библия записана, это живое слово Божье. Я сегодня тебя спрашиваю, а вся Библия тебе пригодилась? Вот ты веришь в Бога 30 лет, вся Библия пригодилась тебе прямо в твоей жизни? Нет, есть многие вещи вообще невостребованные, даже не нужны, они тебе не нужны, но они в Библии написаны. Что это означает? Что ты выбрал то, что нужно тебе? Но зачем тогда было записывать? Потому что в этой книге найдется идея Божья для каждого человека, как и в твоей жизни, ты получаешь идеи, но возможно эта идея, она будет дорогого стоить в нужное время, в нужном месте, нужному человеку. Поэтому ты, как ипостась Бога, не можешь не рождать идей, и они все нужны, поэтому записывай, тебя не убудет, и приучай свой разум ценить все, что приходит тебе в голову. Еще раз говорю, вожди на безумные идеи организовали и собирали целое поколение людей. И я всегда, знаете, у меня есть такая, ну как шутка, однажды отец мне, когда я думал за вот эту организацию людей вокруг себя, например, за лидерство, много я рассуждал, там, я думаю, это интересно, даже какую-то идею надо получить от Господа, чтобы организовать людей. И знаете, что у меня отец однажды сказал, у отца чудесное чувство юмора. Он говорит, в книге деяний группа удивленных товарищей просто смотрела в небо, куда улетел Иисус. То есть, они смотрели уже в пустое небо, все смотрели и смотрели. И знаете, что произошло? Ангелы появились рядом, чтобы отговорить их от этой идеи, смотреть в небо. Достаточно, вот вы проведите эксперимент, я вам хочу сказать, как идея может людей приводить в движение. Станьте посреди улицы и смотрите пристально в небо. Возможно, сначала люди будут ходить и тоже смотреть. Все, вы своим примером, вот подумайте над этим, вы своим вот этим смешным примером заставите людей делать, что вы. Вот просто глупость, там ничего нету. Смотрите в пустое небо и уже люди вокруг вас они будут провожать и смотреть ваш взгляд. Если вы будете очень убедительны, соберется даже группа людей, которые будут вместе с вами смотреть, что я там увидел. А ты уже тихо, тихо, подождите, тихо, и будете смотреть. И они тоже будут вместе с вами смотреть, что это? Они собираются на ваш пример, у вас есть идея, если смотреть в небо, то будет там что-нибудь будет. Понимаете? Все так устроено. Почему никто это не делает? Потому что люди не верят, что за твоими глазами, куда смотришь ты, кто-то еще захочет смотреть. Скажите, этот пример с небом, он смешной? Очень смешной. Но ведь все религиозные вожди, ну или так духовные лидеры, они это и делают. Их взгляд в небо собирает вокруг них единомышленников. нету ни товара, ничего. Просто их понимание, взгляд в небо создает вокруг них ресурс людей, да еще и деньги. Это просто, ну вот, вы понимаете, друзья мои, это феномен. Просто то, как ты смотришь на небо, вот в пустое небо, может создать вокруг тебя людей. Поэтому идея это движущая сила. Есть масса людей вокруг тебя, которые подсознательно готовы быть организованы. Если у тебя найдется достаточно идеи, идея это то, что притягивает ресурс. Вот смотрите на Соломона и на его сына Раваама. Соломон как только получил мудрость, как только получил авторитет, помните, да, он там приказал рассечь дитя, когда блудницы пришли к нему на суд. Через эту ситуацию он получил авторитет. Смотрите, как он употребляет свой авторитет. У него тут же возникла идея. Вместо того, чтобы собирать тупо деньги с людей, он взял, у него одна из идей было знакомство с Хирамом, это понятно, сразу задействовал человеческий ресурс. Вторая идея у него была, он организовал вахтовый способ исполнения работ. Вахтовый, то есть там менялись по периодам и весь Израиль работал. Это была такая повинность, он ее ввел. Почему? У него была идея, у него было видение. Люди видели, что у него есть видение, храм строить, они ему поверили, у него на это был авторитет. Скажите, что из этого потребовало вливание денег? Ничего. Голый авторитет, идея, и вот это доверие людей. Это те ресурсы, о которых я пытаюсь вам внушить, друзья мои, что кроме денег есть еще много всего. Наоборот, через эту идею Соломон организовал процветание для своей страны. То есть все началось не из денег, а о том, что он убедил людей. Вот скажите, сегодня если бы твой правитель сказал, я строю храм, теперь все население нашей страны будет работать вахтовым способом, чтобы заработать деньги, построить храм. Скажи мне, ты бы согласился? Я нет. Почему? Потому что ни один из этих правителей для меня не авторитет. Мне не надо его храмы сто лет. не нужны мне его идеи. А у Соломона был авторитет, это мы говорили, как один из тоже ресурсов, и была идея. Бывает есть авторитет, но нет идеи. Вот представьте, всего этого могло не быть. О, крутой Соломон, народ порадовался год, что он такой мудрый. И все, доверие есть, нет идеи. Идея привлекла ресурс. Скажи, идея привлекает ресурс. Поэтому идея это само по себе не просто даже ресурс, а ресурсообразующий фактор. Все сюда приходит. И Соломон не стал рассуждать, какой у него народ, хороший, плохой. Он не стал рассуждать о событиях, что-то в последнее время в казну поступления, такие-сякие. Нет, он сразу за идею. Все, у меня есть идея, чуть-чуть авторитета, как лимит доверия. Поехали. Тут же организовал людей, все ему поверили. Вау, просто красавчик. Такой же царь после него, как мы уже вспоминали, ураван. Авторитета нету, ему старейшины дают идею. Вот старейшины дают идею, просто идею, с помощью которой можно развиваться дальше. Они говорят, есть идея, отмени сейчас вот эти повинности, у тебя появится авторитет, и потом ты сможешь расширять царство. Он идею отверг, ему идея не надо, он выбрал дебильную идею всех построить. И в итоге, что произошло еще хуже, то есть всего лишился. И как мы за него упоминали, он думал, что страхом, пренебрежением он себе сделает авторитет. Ничего не сделал, люди ушли от него, и все. смотрите еще идея, наш любимый неверный управитель, за счет чего он получил доступ к потерянным ресурсам. Идея. Он просто взял и простил долги, тем, кому не мог прощать долги, это была его идея. И сам хозяин признал, говорит, хорошая идея, молодец, догадливо поступил, вот красавчик. Идея, это ресурс, который вернул его к деньгам, к кормушке, по сути привел его, дал ему второй шанс и новый старт. Потрясающий ресурс, правда, если голова брыжет идеями, является источником идеи, старайся быть идейным, ты должен сам себе нравиться, вау, я идейный. Я Оле так говорю, иногда, я хожу и говорю, золотая у твоего мужа голова, правда? Лайкан, да, 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 все время она признает мою голову золотой. И напоминает мне, что она золотая, когда я вдруг такого не говорю слишком долго. Она говорит, золотая голова, золотая голова, у тебя же золотая голова. Я такой иногда, да, да, конечно, золотая. Когда я на себя, допустим, к себе есть претензии, я там, сердит на себя или я недостаточно производителем, я думаю, ну, имея Бога в разуме, как можно не быть идейным? Бог наш, друзья мои, он просто, у него источники, знаете, как написано, мудрость, это струящийся поток, там столько всего, столько всего. Вокруг Соломона процветали все цари, они поэтому и ходили к нему. Говорит, как ты это делаешь? Он там, раз, там, пару мыслей, они, вау, точно, я пошел буду это делать. Идея, скажи, идея, это мощный ресурс. И, как я уже сказал, повторю это в заключение вот этой, про идеи, ресурс, да, что идея, она хороша тогда, когда ты видишь, что она хороша настолько, что можно даже как поле купить, как эта жемчужина, вау, такая идея, тихо, тихо, никому не скажу, пойду, буду делать, вложусь в это. То есть, не спеши идеи раздавать. Знаешь, вот такие, как я сказал, есть люди, раздаватели идей. У меня для тебя идея. Нет, у тебя должна быть для тебя идея. Вот с этого все начинается. Ты должен разбогатеть от своих идей, преуспеть от своих идей и начни ценить и записывать. Вот тебе мое наставление. Поехали дальше, друзья мои. Это только еще у нас начало. Пункт один. Люди. Пункт два. Это идеи. Идеи. Не новости, не деньги, не имущество. Идеи. Это номер один. Потом люди. Но я специально поменял, чтобы ты ценил людей. Следующее. То, что тебе хорошо бы иметь и скорее всего ты не имеешь этого списка. список. Это твои способности, таланты и навыки. Всегда у тебя должно быть полностью выведен вот такой, как список. Я это делал в своей жизни. Список того, что я умею, что могу. Сейчас, когда я буду это перечислять, кто-то может сказать, ну, я шить умею. Да, ты много чего больше умеешь, чем просто сидеть за машинкой. Сейчас я тебе это докажу. Смотрите, я не буду перечислять все, но хочу немножко всковырнуть сознание, чтобы ты посмотрел на свою жизнь по-другому. Потому что многие таланты, как мы говорим, зарыты. Не всегда все таланты понадобятся в одно время. Но бывают времена, когда тебе просто нужно знать свой талант и в нужное время умело им воспользоваться. Смотрите, я бы советовал не пренебрегать ничем. Например, твое умение сегодня быть интернет-пользователем, это один из примеров, это ресурс. Потому что на самом деле его надо иметь в виду, что ты можешь это делать. Для чего? Сегодня это позволяет тебе даже смотреть вот меня сейчас. Это уже ресурс. И ты должен знать, что ты богат этим ресурсом. У тебя прямо внутри должно быть такое чувство удовлетворения. Вау, я могу в интернете плавать. Ресурс, как мы знаем, должен всегда умножаться. Всегда, если есть возможность еще чему-то научиться на эту тему, всегда научись. Не пренебрегай. То есть, если у тебя приходит возможность что-то новое выучить, умение, навык, работы в интернете, например, не надо идти на курсы специально. Просто тебе что-то объясняют. Знаете, как есть люди, которые не хотят приумножать. Им говоришь, давай я тебя научу, вот как, например, что-то загружать. Я не знаю, хай внуки загружают, хай дети загружают. Давай я соседа позову, чтобы загружал. Позови. Но возьми и научись, приумножь свой ресурс. Приумножь, потому что в следующий раз тебе уже легче будет что-то найти в интернете. Может заработать через интернет. Это просто один из примеров. Какие, знаете, просто навскидку, умение вести бюджет, мощный ресурс. Точно. Это у нас еще будет урок за это. И я просто перечисляю, но ты можешь посмотреть свою жизнь и обязательно состав такой список. Первое, с чего начинается вообще все, это составление списков. Людей, ресурсов, там, да, как мы говорим, в них включены умения, там, идеи. То есть, введите списки. Это небесное занятие, вести список. Потому что всегда ты сможешь из этого списка что-то взять. Например, оказался в тупиковой ситуации. Вот какая-то у тебя в жизни все, кризис по всем фронтам. Знаешь, что бы хорошо тебе делать? Взять и достать этот список своих ресурсов и почитать их. Если ты сегодня, во время этого курса, в каждом уроке подойдешь очень ответственно и напишешь такие списки, я говорю тебе Духом Божьим, они тебе понадобятся. Смотрите, приведу вам пример из книги Исфирь. В один момент у царя Бог отнял сон ночью. Ему нужно было спасти еврейский народ. И знаете, что он сделал? Он взял памятную книгу и читал на каждый день, что произошло. И вдруг нашел историю, что Мардахей донес на заговорщиков, которые хотели убить царя. И он говорит, а что сделано этому человеку? Смотрите, высвобождается под ситуацию, под конкретное дело. Вдруг царю помогает книга вот этих записей. И все говорят, да ничего ему не сделали. Он говорит, как ничего не сделали? Вы что? И там, вы знаете, и продолжение, он его там посадил на царского коня, там показал людям, сделал его великим человеком. В один момент. Представляете, что если бы царь был раздолбаем, извините за выражение, и не вел такой книги, у него никто. Он бы так понеспал ночью и вообще, знаете, как бы ему на ум пришло то, что Богу надо? Как? Поэтому эти списки, они очень важны. Почитайте, свитки, списки, книги, все ведется в Царстве Божьем. Это все нам записано, друзья мои, не потому, чтобы мы боялись, о, у Бога все записано, а чтобы мы сказали, о, отец все пишет, и я все буду писать, все буду записывать. И поэтому умение вести бюджет, например, очень тебе это понадобится, сто процентов. Например, такие навыки, обязательно их надо записать. Могу водить машину, мотоцикл, велосипед. Странно, да? Как это может помочь заработать? Ну, это, наверное, просто какая-то идея там. А ты не знаешь, как это может помочь. Но ты умеешь это делать. Ты знаешь, что миллионы людей не умеют на велосипеде ездить, не умеют за рулем сидеть, а ты умеешь. При случае тебе это понадобится. Запиши. Есть странные таланты. Я сейчас вас, возможно, удивлю, да. Ну, например, есть странные таланты. Вот ответь себе на вопрос. Может быть, у тебя есть навык, например, поститься 20 дней. Ты знаешь, что 20 дней я легко могу обойтись без еды. Я, например, не могу. Меня на 10-й день просто рвет, и все. Я не могу. Ну, не пробовал больше 10 дней никогда. И кто это вообще, и что этот талант даст? Я тебе скажу, что это даст. В определенной ситуации ты можешь пойти на намного больше вещи, чем я. Я знаю, кровь из носа, мне на 10-й день нужна еда, а ты скажешь, если надо, я ей 20 дней могу. Жизнь, она такая штука, ты никогда не знаешь, что тебе где понадобится. Знание того, на что ты способен, это очень сильно. Сколько ты можешь, например, под водой пробыть, без воздуха. Ты знаешь, что это вообще ресурс, реальный. И таких вещей очень много, на самом деле, которые ты никогда не ценишь, которые ты вообще, ну, знаешь, без сна сколько ты можешь пробыть. Например, я, ну, работал там в определенной системе, и я помню, что у меня было такое желание, чтобы я мог не спать 3 дня. Я не могу не спать 3 дня, по сей день еще не могу, хотя сон для слабаков, но не могу. Потому что на третий день начинают просто отказывать мозги. Поэтому нужно отдыхать. Но есть люди, которые умеют делать эти вещи. И это очень сильный ресурс. Я знал историю одного человека, это очень известная история. Он занимался там, ну, йогой там, то есть не в этом дело. Смысл в том, что он мог находиться под водой больше минут, чем все нормальные люди. И этот человек мечтал всю жизнь убежать из СССР. В один момент он взял свой ресурс и использовал его для достижения мечты. Как? Взял билет на круиз, выпрыгнул за 100 километров от берега, с корабля, без ничего. Три дня был в океане и доплыл до берега за 100 километров. Благодаря своему навыку, что он в воде себя чувствовал, как рыба. Когда он тренировался всему этому, знал ли он, что однажды ему это понадобится? Нет. Но он знал это. И когда у него появилась мечта, он взял этот навык и воплотил ее. Смешно. Эту историю, ну она прогремела реально там. Вот это один из моментов. И, например, хочу сказать вот за себя. Да, я долгое время, хотя это не моя профессиональная задача, но у меня есть навыки, он по сей день есть. Я очень хорошо могу составлять жалобы. То есть для меня разнести какого-нибудь чиновника своими вот какой-то жалобой, там заявлением, не составляет вообще никакого труда. То есть у меня хватает, ну как бы, даже не знаний, а это как навык. То есть понимание интуитивное, на что давить, чтобы заставить его делать то, что мне надо. Ко мне не обращайтесь, я этим не занимаюсь. Но в свое время это был для меня ресурс. Мне предлагали деньги за то, чтобы я это делал. Он взял просто и жалобу составил. Отсудил что-нибудь. То есть это мой талант, который по сей день я держу его в уме. И даже Оля уже знает, она, например, когда мы сталкиваемся с какой-то конфликтной ситуацией, с кем-то, я всегда знаю, как действовать. Ну вот, я всегда знаю, как я говорю, я сейчас иногда даже шучу, я говорю, я сейчас нагну этого человека за то, что он так поступает. И вопрос, когда стоит, что, а может у них там это, может, ну, типа не получится. Я говорю, у меня получится. Я знаю, я могу быть и адвокатом, и прокурором, и судьей, то есть никаких проблем. У меня весы. Я знаю этот свой талант. Он мне часто нужен, когда я, ну, людей надо рассудить, да, что-то такое. И реально это ресурс, за счет которого я бы мог зарабатывать деньги. Я его держу все время при себе и использую для служения. Талант подходить к незнакомым людям. Если у тебя есть талант не бояться подходить к незнакомым людям, заговаривать и, ну, направлять тему беседы, это могущественный ресурс. Практически ты готовый продавец. Если ты, вот, можешь подойти к незнакомому человеку, заговорить с ним и направить беседу в нужное русло, тебе нужное русло, я тебе хочу сказать, ты обладаешь буквально денежным навыкам, просто сумасшедшим денежным навыкам. Вот эти, мы сейчас говорим за блок способностей, талант, их все нужно знать. Все это однозначно всегда может принести деньги. талант, талант, вот, значит, подходить к незнакомым людям и направлять беседу. Я уже не говорю за такие вещи, всегда нужно держать в голове, что ты умеешь, например, играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать, ты никогда не знаешь, где это может понадобиться. И это точно может принести в свое время, если не прямой доход, там, станцевать за деньги, да, то тебя это может продвинуть в каком-то бизнесе. Знаешь, ты встретился, на тебя обратили внимание. Это очень сильный ресурс. Сейчас я еще дойду до того, каким образом воспитывают даже таких людей, чтобы они продвигали дело. Какие у тебя профессии дремлющие? Знаешь, там, люди мне иногда говорят, у меня три диплома. Я говорю, ты пытаешься из этого как-то, ну, извлечь выгоду. То есть, ну, у тебя три диплома, у тебя столько знаний там. Ну, это все уже, то есть, диплом нужен не только для того, чтобы на работу устроиться, ведь ты учился, у тебя есть ресурс, у тебя есть какой-то навык мыслить определенным образом. Вот, как я юристом по образованию, у меня есть навык интуитивно понимать, где, ну, искать ответ, если возникает ситуация. Я пользуюсь этим, постоянно пользуюсь, потому что ко мне даже обращаются до сих пор как к юристу. Говорят, помоги понять, помоги, а где искать, какой закон читать. То есть, и иногда это служит даже для моего служения, потому что люди, они, например, видят, что я не просто там ля-ля-ля из Библии, а я еще и квалифицированный специалист в какой-то области. У них это вызывает уважение. Знаете, даже больше, чем когда они узнают там с детства верующий, папа пастор, сынок пастор, ну, что ты можешь, кроме проповеди? Ничего. Само то, что ты что-то можешь, кроме ля-ля-ля, уже у тебя это как ресурс вызывает к тебе уважение и дает авторитет. Поэтому, если у тебя есть образование, тебе нужно держать это и тоже постоянно свой ресурс приумножать. Знаете, у нас такие практические вещи. Например, про образование, это вообще отдельная тема. Я думаю, что если у тебя есть образование, для чего-то ты его получал. И тебе нужно хотя бы один раз записать это и привести себя на ум. А для чего мне это было надо вообще? И каким образом это можно сейчас вообще использовать? Хотя бы закинь себе эту мысль, задай вопрос. Как ты можешь это использовать? Потому что иногда к диплому, когда ты прибавишь свою способность, например, что-то организовывать, у тебя уже может бизнес получиться. Вот образование плюс способность организовывать. Тебе не нужно самому работать в этой сфере, но ты можешь организовать людей, работающих в этой сфере. Уже у тебя что-то может получиться. Смотрите, еще один талант. Очень мощный талант. Талант – это организовывать, знакомить людей между собой, сводить. Это один из моих талантов. Талантов организовывать, знакомить людей между собой, сводить. Но приведу не свой пример. У меня вот сегодня, когда я этот урок записываю, была встреча. И молодой парень, ему там 20 с копейками лет, он уже в бизнесе, и он мне говорит, у меня две сильные стороны. Он сам вдруг это сказал. Говорит, у меня две сильные стороны. Первое. Я обладаю талантом видеть, кто что может, и сводить людей между собой. И из этого получаются очень крутые вещи. Он даже реально деньги зарабатывает. То есть, у кого-то есть запрос, а он знает, кто может это предоставить. И он такой, раз, сводит людей. Вот задача, кто может решить этот вопрос. А он знает. Во-первых, он знает, владеет ситуацией, кто должен решать такие вопросы. И у него огромный круг знакомств, он людей сводит между собой. Соответственно, из этого иногда получаются у него реальные деньги. Это не какой-то момент, что я тебя сведу, и типа ты меня отстегнешь. Но всегда есть вот это, как, знаете, возможность оказать посредническую услугу. Это очень важный талант. Умение людей сводить между собой. Если у тебя это есть, обязательно это запиши и постоянно это используй. Вот прям реально. Подумай. И второй момент, он сказал, а еще мой талант, это таблицы. Вот я знаю формулы, знаю, как работает таблица. Он как бизнес-аналитик. Что это дает? Это дает увидеть перспективу тому, что на старте кажется просто какими-то цифрами. Он сводит в одну таблицу и может составить аналитику, которая, ну кто в бизнесе, то знает, что такой бизнес-аналитик. Это человек, по сути, раньше их называли экономистами. Они высчитывают по формулам, как может развиваться предприятие, чего избежать, где-то издержки какие-то убрать. Мощно. Умение работать в таблице. Вот он знает. Я такой сижу с ним, разговариваю и думаю, ну, умение работать в таблице, умение работать с таблицами, с формулами, классный навык. Из этого можно реально извлекать огромную выгоду. Но меня удивило то, что он в свои 20 с копейки, но он знает свои вот эти основные сильные стороны и уже в этом движется. У кого-то есть сильные стороны, но они сидят и говорят, ну, как с этого поиметь? Устроиться кому-то на работу? У тебя должно быть мышление, вот как мы говорили, идея. Присовокупляй идею к своим другим талантам, соединяй это. Лепи из себя что-то. Аллилуйя. Вау. Друзья мои, и скажу еще, есть потрясающий талант, навык. Я знаю, что большинство из вас, наверное, точно он есть, и его нужно постоянно умножать. Внимание. Умение убеждать. Если ты умеешь убеждать, это вот как, это сродни тому, что подходить, знакомиться, но иногда знакомиться тяжело с новыми людьми или там с прохожими или ну, с какими-то незнакомыми, но вот ты уже знаком. Если у тебя есть способность убеждать, есть такая, знаете, профессия, или как позиция такая, лоббирование, это целая наука. Такие люди, они есть во всех правительствах, во всех бизнесах крупных, лоббирование интересов. Это лобби, это человек, которого специально избирают, он такой, знаете, старается иметь такую внешность притягательную, привлекательную, хорошо говорит, он умеет правильно расставлять, как себя вести, какие позиции, всякие штучки, знаете, и он пробивает интерес своей компании, он приходит куда-то и лоббирует интерес, он находится в среде, и он лоббирует интерес, то есть пробивает интерес, умеет убеждать, захватывать, доминировать в ситуации. Если ты умеешь это делать, ты просто, реально, это я вам скажу, друзья, одна из ипостасей Сына Божьего, умение убеждать, я вам докажу это, царь имел штатного слугу такого, он говорит, иди, убеди прийти, он имел реально, то есть быть рабом этого человека, то есть хорошо платил ему, за то, чтобы тот собирал ему людей, собирал ему гостей, это была его задача, таким быть посыльным, который умеет убедить прийти, помните, когда пир заполнялся, были проблемы с этим, он говорит, иди, убеди прийти, это уже прибыль, люди пришедшие, это уже прибыль, он собирал на пир, это ипостась Божьего Сына, умение убедить прийти, есть, друзья мои, такие убедительные люди, которые хорошо умеют говорить, убеждать, это, вот, есть должности, спикеры в правительстве, не все, знаете, вот, правительство сидит, оно все идейное, у них куча идей, но среди них не все спикеры, не все могут убеждать, не все могут говорить, не все могут быть ораторами, если у тебя сегодня есть способность убеждать, поэтому есть специально должность, знаете, вот, как мы слышим по телевизору, иногда спикер, там, там, Госдумы, или, там, Рады, или, парламента, спикер, что это означает, он говорит от имени группы людей, очень образованных, но он умеет говорить и быть убедительным, и ему надо не просто сказать мысль, а убедить, если ты умеешь убеждать сегодня, этому может быть огромный талант, например, мне, я даже, знаете, как сам, иногда был готов в своем служении нанимать таких людей за деньги, я думаю, ну, если царь имел такого раба, который убеждал прийти, если я хочу собрать большое собрание, мне нужны люди, которые могут убедить прийти, потому что все остальное я сделаю сам, я умею транслировать, я умею проповедовать, я умею высвобождать помазание, но я не могу выйти, например, убедить прийти тех, кто не знает об этом ничего, иногда ты буквально готов там за деньги даже платить людям, которые бы могли убеждать прийти, ради того, чтобы до этих людей дошло, чтобы отец их мог коснуться, только я не предлагаю таких должностей, поэтому, друзья мои, понимайте, меня здраво. Ну, еще парочку скажу и двинемся дальше. Есть талант, друзья мои, который очень слабо вами, самим возможно ценится. я специально, я когда с отцом советовался, какой список примеров этих способностей, навыков привести, все, что я здесь называю, это отец, то есть, это он мне дал, потому что навыков бесконечное множество, кто-то умеет работать руками, кто-то умеет работать языком, кто-то умеет убеждать и разное, но здесь я говорю о очень важных, которые точно, если это про тебя, запиши, скажи себе, я умею убеждать, почему я этим не пользуюсь, может я кому-то нужен, знаете, чтобы преломить этот талант, использовать его. Есть потрясающий навык, тоже это одна из моих личных ипостасей, я ее использую, иногда я даже представляюсь, пользуясь этим навыком, и этот навык называется умение выруливать ситуацию у человека, умение снимать стресс, например, я очень талантлив в том, чтобы снимать стресс у человека, если я захочу снять стресс у человека, мне на этом не надо много времени, чаще всего нужно мое присутствие, просто, моя, такая, знаете, духовно врожденная уверенность, она вселяет в людей надежду, мое присутствие вселяет в людей надежду, и я знаю, я не пренебрегаю этим не только чудеса не только знамения не только проповеди я знаю что я вселяю в людей надежду и поэтому за одно только это люди иногда готовы платить ты просто побыл с ними они могут достать деньги и сказать на наши и ты такой отпираешься они говорят не обижали набери я не говорю что это может быть способом заработка но это колоссальный ресурс я вам скажу теперь от обратного я назывался иногда себя меня спрашивали кем ты работаешь и когда я не хотел говорить что я проповедник чтобы людей забрала не падала чтобы они не закрывались от меня я говорил я антикризисный управляющий они говорят и как-то связан с финансами я совсем связан любой кризис это моя работа и они говорят а как ты это делаешь я говорю ну будет кризис обращайся я тебе помогу и без библейских фраз я вывожу человека из вот этой ямы в которой он сидит в мозгах это скажите кто-то скажет но это духовные дары это не духовные дары это просто обнаруженная в себе способность павел оговорил о таких способностях он горит способность наша мыслить не от нас то есть не не от себя помыслить как бы от себя способность наша от духа святого и это способность все способности от духа святого вот я эту способность в себе запеленговал я знаю если у тебя плохо тебе нужен я и сегодня вы поднимают целую армию людей которые рядом побудет и тебе хорошо станет у нас есть такие ходатай у нас есть такие служители для с которыми тебе просто побыть тебе даже не надо ну чтобы они тебе что-то говорили побыть знаете я даже иногда людям просто пишу когда они проблему говорят я говорю я держу тебя за руку им становится легче от одной этой фразы я держу тебя за руку они сразу чувствуют легче становится мое присутствие заряжает атмосферу я прихожу домой всем хорошо мирские люди они говорят и душа компании конечно я душа компании и поэтому если у тебя есть способность снимать стресс у людей вторгаться в тяжелые ситуации вы знаете что ценность друзьям и есть ценность человек который не боится засучить рукава и войти в сложнейшую ситуацию вот если ты человек у тебя талант не бояться трудностей ты вообще бриллиант ты просто дороже твой талант дороже золота если ты не боишься с трудностями иметь дело там разрулишь ты или не разрулишь это одно иногда проблема она выглядит как знаете куча навозу в которую вообще вот знаете как вот есть ну может это звучит так немножко странно почему ценится например работа хорошего осенизатора потому что я туда не хочу лезть вот реально я ну осенизатор это откачка извиняюсь отходов экскрементов чистка туалетов этих вот тяжелых там найти и сейчас есть такие специальные бочки там на эти машины которые откачивают это все но так было не всегда был человек который приходил брал лопату и копал это все выкачивал носилками выносил вот так чистили это все и представьте что хороший осенизатор вот такой вот который умел разгребать это все ну г ему платили большие деньги почему да потому что никто туда лезть не хочет никто туда лезть не хочет антикризисный управляющий вот такой который может прийти влезть сложную ситуацию разрулить вселить в человека надежду это огромный талант если ты сейчас когда я говорю в себе это обнаружил запиши себе представляйся людям антикризисным управляющим я тебе преломляю свой пример друзья мои еще надо немножко терпения вы давайте просто я сейчас буквально вам самим открываю вас самих я хочу чтобы ты вдруг обнаружил насколько ты богат вообще это то что я с собой делаю потому что у меня никогда на моем старте не было ни денег ни капитала иногда и людей вокруг не было все что я мог преломлять это то что внутри меня было и сегодня я тебя этому учу поэтому не отнесись небрежно ни к одному своему таланту даже если ты сегодня на дудочке просто играешь на соломиной на какой-то это талант я видел людей которые доставали такую дудочку и люди вокруг них собирались и коснулась их души они потом проси что хочешь вот кажется якобы был в казарме два года знаете проходил воинскую службу то я на гитаре чуть-чуть бринкал но я тебе хочу сказать что когда я нам выдавали форму ее нужно было подшивать а шить я не умею я просто горел пацаны кто подошьет мою форму я тебе буду песни петь в это время и нашли желающие они сидели шили мне шапки подшивали пуговицы нашивали все я сидел и песни пел мне в удовольствие а он сидел на этого человек который вырос там в деревне он умел шить там все шил мою форму за то что я ему песни пел понимаете ресурс выкрутился но если на гитаре умеешь играть это вообще ты даже вот у нас эти вот пример приведу у нас есть такой прекрасный служитель патриилл а вы вообще знаете что патриилл были целые годы несколько вам два-три года когда ее основной заработок было набрала гитару выходила в переход и зарабатывала деньги иногда это были неплохие даже деньги живо на эти деньги то есть вот так материализовывал свой талант не каждый так выйдет кто-то думает что это просто попрошайничество но у нас там в городе где мы жили в минске битва шла за места где можно было играть на гитаре ты мог подойти а там очередь стоит один час играет ему деньги бросают второй час играют из конкуренция была потому что нормально кидали денег и вернемся чуть-чуть к антикризисному управлению ипостась сына иногда вот дайте вот ипостаси сына иногда я был в своей жизни готов платить людям которые бы снимали с меня стресс вот реально ты так иногда нуждаешься в этом ты понимаешь что есть бог есть все такое но чтобы кто-то был рядом не для того чтобы тебе что-то говорить а вот какой-то как человек на себе носит мантию что вот как я сейчас дошу в его присутствии ты как бы успокаиваешься вот у меня сейчас один такой человек это моя жена вот у меня больше нет таких людей ну вообще просто нет ни в служении несет она профессионал в этом настолько что она даже сама не понимает насколько она профессионал и это это люди вот у иисуса был такой ученик и а и он поимел свою награду он умел так знаете лежать на груди что иисусу перед тем как идти на смерть ему хорошо было вот лежит такой иончик знаешь ему нормально было вот и представьте он маму своему дал знаете на востоке если у тебя мама у тебя все вот восточные люди если вот братья да например если у меня мама то все братья дают мне деньги чтобы я содержал маму вот это на востоке поэтому не надо думать что иисус нагрузил иоанна все ученики кто знали что у иоанна живет мама иисуса поверьте он не бедствовал вот вам новая ипостась иоанна и он получил возможность слышать тайны которые никто не слышал то есть он имел с этого нормально он просто любил был тем громоотводом душевным который был у иисуса и поверьте иисус тоже в этом нуждался если бы иисус не нуждался в этом значит он бы не был человеком подобным нам он тоже в этом нуждался и поэтому он просил побудьте со мной когда я молюсь у тебя же отец есть что за проблема ангелы тебе служат ему нужны были такие люди иоанн был таким человеком и вот моя жена она профессионал в этом ее простые действенные слова например да там умение взять на себя трудную ситуацию эмоциональную есть секрет ипостась сына одна из ипостасей сына быть злодеем в глазах других людей потому что распят был за злодеями знаете чтобы люди хорошо думали о боге иисус взял роль злодея на себя он говорит ну не за что он не был злодеем но на него думали что он злодей и это все было для того чтобы о боге думали хорошо об отце я вам сейчас открою один секрет чтобы поднять ваших глазах цену того что ты можешь быть антикризисным управляющим брать на себя и даже иногда быть знаете какую должность такая или роль быть плохим в глазах кого-то чтобы тот кто выше тебя больше был хорошим эти игра в плохого хорошего она известна даже в мире в церквях друзья мои вы сейчас разреете может быть это не сильно относится к деньгам но это сильно относится к тому в чем вы жили большинство жен пасторов они всю жизнь несут на себе лейбу и завели для того чтобы люди думали на пастора хорошо пастор должен быть хорошим он должен быть добрым он должен быть таким мать и широкая душа а кто будет решать ситуации где невозможно остаться хорошим невозможно решает жена она говорит она иногда с кем-то вступает в конфронтацию и поэтому все говорят да вот у меня тоже такое было стоят люди они не понимают что я их слышу они говорят вот андрей это человек воли это но видно что она такая найти там мэмра я иногда слышал такое думаю что вы говорите вообще вы хоть понимаете что за то что она вот это несет на себе что вы на нее так говорите я дома киона бросаю все я куплю и все что хочешь потому что сегодня она позволила мне остаться добрым вы обо мне думаете хорошо и не нужен такой человек не нужен такой человек это конструкция небес отец сын и дух святой я как отец должен быть однозначно отцом добрым сын берет злословие злословящих по сути меня на себя он согласен с этим пусть только на тебя думают хорошо вот так выстроена и я сейчас знаю точно что я кого-то задел вы думали на какую-то их жен пасторов она там найти гадость она там лезет что она там что-то это многие жены пасторов они имеют вот примерно такую роль как оля у меня на олю могут подумать плохо на меня все думают хорошо я красавчик хотя иногда когда нужно что-то закручивать гайки я не могу на это иногда решиться потому что безусловная любовь и репутация друзья мои то есть ее роль рядом со мной она достойна любых денег и это происходит просто ну автоматически ты даже просто когда кто-то взял на себя вот это и ты такой когда встает речь о там деньгах или еще что-то на на пожалуйста все и это способность быть вот таким громоотводом знаете быть рядом и это очень крутая способность я знаю что каждая жена она вообще предназначена быть такой быть таким если у тебя это получается сестра дорогая ты вообще ты даже не представляешь это те отец твоим ногам положит золото но ты должна знать у меня такая способность есть запиши себе и гордись хорошем смысле что у тебя это есть это дорогое удовольствие директора иметь такого заместителя найти зам который должен решать тяжелые вопросы снят с директора это взять на себя вот эту роль осенизатора это не популярно всегда люди на офисе например они будут считать что ты ну извините за выражение дерьмо они выглядят это все царь хороший бояре плохие не просто бояре берут на себя ту роль которая царя не устраивает поэтому дорогие если у тебя есть такое ты можешь безболезненно без ударов без ран без того чтобы ненавидеть людей брать на себя проблемы это круто роль такого решалы который может все порешать человек который не боится разруливать жесткие ситуации это очень мощно и последнее что я скажу в этом уроке друзья мои вот это был все список насчет ресурсов мы говорим что первое до человек второе идеи видения и третье это способности навыки и таланты остальной ресурс мы будем говорить в следующем уроке и последний пункт в блоке навыки и таланты это конечно же основное то к чему вообще все должно сводиться это навык продавать если ты умеешь продавать ты уже талант если ты умеешь вот можешь соединить это там заводить взаимоотношения с людьми продвигать свою идею если у тебя есть талант наш к не то что у тебя есть таланты если ты знаешь что где-то у тебя проявлялась это возможно у тебя есть талант он еще не проявлялся есть интерес к этому то умение продавать друзья мои навык продавать если у тебя если ты продавал хоть что-нибудь своей жизни вот этот талант его точно нужно развивать номер один как вы уже увидели что в этом курсе градус того что мы открываемся для такого понятия как торговля продажи градус очень высокий вот и и он все больше и больше воплощается в практику до продавец это уже талант умение вот это и поставь сына купи у меня это очень мощно и я хочу сейчас друзья мои не буду я расхваливать про торговлю про этот талант продавать потому что этому было уже отведено время в одиннадцатом двенадцатом тринадцатом и других уроках я хочу сейчас объявить в конце этого урока продолжение нашего квеста как я обещал и и мы помолимся это связано также с торговлей продажей некоторые люди некоторые ученики они на этом курсе попробовали что-то продавать кто-то просто осмотрелся в своей квартире увидел какие-то ненужные вещи какие советовал в которые когда-то были вложены деньги непонятно зачем и замурованы забетонированы в вещи я сказал что вы можете высвободить ресурс денег продав эти ненужные вещи и кто-то даже говорил ну я уже там продал как бы все ненужное у меня получилось один из пунктов друзья мои квест квеста это тоже надо очень обязательно к этому подойти и потренировать себя для кого-то этот пункт в квеста станет даже теперешним заработком я всем советую еще до конца курса попытаться особенно если у тебя с деньгами плохо но и не только даже есть у тебя свой бизнес и ты что-то продаешь то что я сейчас скажу как квест реально может принести тебе деньги если ты подойдешь к этому с управленческими мозгами внимание квест заключается в следующем если ты не знаешь что продавать как бы ты готов себя попробовать в торговле например в продаже что-то продавать но ты не знаешь что продавать какие-то свои вещи продал там что-то в своем бизнесе продал возможно тебе теперь нужно внимание продать что-то что тебе не принадлежит буквально если брать бытовым языком вот ты продал там например гитару без струн теперь тебе надо позвонить своему соседу и сказать давай заработаем он такой как мы заработаем диска у тебя в доме куча ненужных вещей из и предложи ему опиши ему схему скажи вот состав мне список ненужных вещей сделай фотографии и дай мне я это продам и давай так вот 50 на 50 50 я тебе дам тех что равно это не надо выкинешь там а я продам и 50 процентов дам тебе прописать себе если он не согласен на такой процент спроси насколько он согласен можно согласен 30 на 70 30 тебе 70 себе но он владелец вещи с другой стороны но он владелец но он так и будет вот это дома барахло это держать или выкинет а ты продашь яси то что друзья мои кто-то думает что вообще говорит это меч соломона мы тут думали дырка в небе это и есть дырка в небе управление это есть дырка в небе некоторые из вас реально послушайте меня кто сидит без работы кто сидит и там с долгами не знает как рассчитаться и вот этот пункт квеста это то чем вы можете заниматься когда не знаете чем заниматься вот я вам дал первый ресурс люди у вас уже есть круг людей чуть-чуть смелости тут же ничего много не надо и говорить звоните своему знакомому ресурс у меня есть там прямо такая линия целая куча идей как вот зарабатывать на старых вещах пожалуйста вышли мне список описание там добейтесь того чтобы они вам выслали это и и продавайте то что вы сумели продать свое ненужное ведь у ваших друзей тоже есть свое ненужное они его не будут продавать ну кто-то может отказаться но я бы если бы вы мне позвонили например и сказали у тебя есть ненужные вещи я бы что-нибудь нашел однозначно что-нибудь нашел искал ну а если продаж там 50 на 50 без проблем даже я бы сказал некоторые из них скажут да забирай так сказать я не буду забирать чтобы не хранить у себя но ты мне дай если что ну покупателя я приведу к тебе до или как-то за контач у вас понимаете вот это пункт квеста даже если тебе это не надо вот даже если ну там у тебя хватает денег обязательно это сделать хотя бы с одним своим знакомым скажи состав мне я потренируюсь продавать особенно если у тебя вот закончилось свое что-то продавать и тебе понравилось кто-то я знаю писали мне что и не один раз там прям понравилось вау продали да еще за такие деньги у тебя есть куча знакомых я тебе скажу забетонированные деньги у одного второго во всякое барахло ненужное которое обязательно найдет своего покупателя сто процентов и ты можешь вот если тебе реально нечем заняться это может делать любой пенсионер любой студент любой даже ребенок мой сын это вот так зарабатывал взять ненужные вещи у своих друзей знакомых даже можно не брать чтобы не забивать дом барахлом но составить список сфотографировать и куда-то на какие-то сайты разместить какие-то там объявления там ну так обычно продается и это пункт квеста это задание то есть заниматься этим или нет дело твое но если ты хочешь успешно проходить курс попробуй то что я тебе говорю развивай себе навык вот этот купи у меня развивай себе ты можешь взять у кого-то не только я извиняюсь бытовое барахло у кого-то земля он уже не верит что она вообще когда-то продаст у меня есть знакомая которая не может продать свою квартиру в своем городе потому что район в котором она имеет эту квартиру непопулярный и она живет в этом городе но я уверен что кто-то ему плевать популярный или нет он возьмет эту квартиру и продаст за процент землю ненужную продать за процент дачу которая развалена не продают продать за протокол это велосипед еще что-то если у тебя свой бизнес ты например знаешь у твоего соседа там есть тоже там он продажами занимать у него свой товар возьми ради просто ради исполнения квеста и скажи давай я попробую продать часть твоего склада что у тебя там есть то сказать там блоки силикатные ну например там да ты никогда не занимался продажами силикатные блоков но у тебя например твой товар стоит возьми продай товар своего соседа почему потому что этот сосед он сто процентов знает рынок со всеми его минусами ты его не знаешь тебе не надо люди иногда думают что рынок надо изучить чтобы увидеть его черные белые стороны логика божья она говорит что тебе иногда не надо знать никаких черных сторон новичкам всегда везет знаете вот как ты пришел сферу они там уже знают что не получится а ты не знаешь что не получится и продаешь у меня такой опыт был и есть и поэтому дорогие вот это квест независимо бизнесмен ты или просто домохозяйка или даже пенсионер или студент я даю это задание пойдите к своим знакомым и продайте их высвободите или из их забетонированное имущество эти первое задание квеста было это сделать со своим имуществом так а теперь вам задание уже более серьезно расширяйтесь возьмите и заработайте денег вот я вам даю задание просто с помощью телефона интернета заработайте денег таким же способом подойдите к своей соседке как я уже сказал поговорить и убедите и сказать и ну ты ж ничего не теряешь не продастся но оно и так у тебя стоит можешь выкинуть или еще дай мне шанс продать это насладитесь этим просто как квестом если бы в простой жизни ты этим не занимался только как задание курса знаете как вот мы играли в детстве там были какие-то задания спартакиады зачем нам это было надо это принесло нам прибыль нет но те кто это организовывал пытались на что-то развивать я сейчас веду вас в состоянии когда вы развиты в ипостаси сына божьего купил меня отец мне показал что способность торговать сейчас в таких маленьких потому что квест продолжится еще будут задания это классное задание он мне показал что способность вот это к реализации к продажам она реально оторвет от земных корней вы войдете в состоянии странников пришельцев купцов ищущего ищущих хороших жемчужин через этот навык у некоторых уйдет полностью страх переборите себя просто переборите себя начните продавать я сегодня когда говорю об этом друзья мои ведь эти задания в квесте они намного легче чем если бы я тебя дал пакет с книгами и послал по домам распространять их многие из вас бы сразу отказались я бы в том числе но то что я сейчас сказал это легко это легко это как продать ненужный холодильник до выставил объявление в одно второе не продается там цену снизил где-то ну какие-то инструменты самые обычные которые все вы знаете это инструменты рынка и попытайтесь продать задействуйте максимум ресурсов и самое главное никаких вложений никаких вложений ты приходишь просто с идеей вот это креатив друзья мои когда вы говорите нужен начальный капитал нет возьмите продайте что-нибудь для того чтобы продавать что-нибудь тебе не нужно что-то покупать во что-то вкладываться есть даже те кто не будет вам давать этот товар на реализацию это ненужные вещи или же они нужны но у него не лежат а у тебя не будут лежать вот используя этот навык вы сможете заработать а я знаю мне отец сказал что кто-то из вас возьмет эту идею и будет ближайшие даже год жить на это вот так вот продавая в своем городе а может и не только в своем расширяя то есть можно продавать имущество находящиеся в другом городе подумайте над этим ну что ж дорогие сейчас я хочу продолжать активировать вас эту способность продавать распространять свое владычество лишаться вот этих приземленных земных вот на эти вещей корней зацепок я не такой я не могу это делать я не могу жить в другом городе я не могу продавать потому что это ну как-то мне тут надо вступать в эти взаимоотношения это небесные взаимоотношения итак задание друзья мои первое составить список по перечисленным категориям уже какие-то идеи отведите в блокноте место для моих идей второе это перечислить свои таланты потому что друзья мои у нас еще будет продолжение и как я сказал нужно писать эти списки идеи способности навыки и таланты и дальше у нас еще будет и второе задание квеста это вот это же я сказал возьмите у своих знакомых и заработайте на продаже их принадлежащих им имущество товара домашних каких-то вещей там машин гаражей земель то что у них не продается у вас точно продаст будьте в состоянии вызова будьте в состоянии вот этого квеста вау задания я посмотрю как заработают мои таланты я добьюсь этого ну а сейчас принимайте помазание как нас расширяет отец друзья мои я чувствую что просто эта сфера она расширяется с каждым днем сфера бизнеса сфера торговли мудрость которая дана была хираму соломону продавать торговать быть купцами из великих царств отец я высвобождаю эту помазание эту силу приобретать богатство из ничтожного извлекать драгоценное есть ничтожное то что называют там барахлом знаете просто даже не глаза не верят что вообще это кому-то надо но вынуть оттуда деньги это великая великая способность бога вынуть драгоценное из ничтожного увидеть деньги даже в самом самом ненужном чем-то есть духовные ценности есть материальные ценности если ты говоришь я могу извлекать духовные ценности из ничтожного время тебе применить извлечь из ничтожного имущества драгоценные финансы которые нужны тебе у тебя есть этот талант у тебя есть эта способность потому что это способность животворящего духа извлекать извлекать золото из земли многоценное из человека пренебреженного финансы из ненужного у тебя получится я прямо сейчас чувствую как помазание как такая трансляция две струи такие как будто направленные в твой разум в твое сознание просто закрой сейчас свои глаза по мысли о себе как о несметной сокровищнице божьей благодати он напичкал тебя точно как землю которая может прокормить всех живущих во все времена войны не нужны знаете человеческий цинизм достиг такого что они говорят войны эпидемии нужны чтобы население земли сокращалось но бог так все устроил земля способна кормить всех и всегда и ты устроен подобным образом в тебе есть ресурс огромный для всех и всегда и в первую очередь для тебя самого не остав незамеченным никакой навык никакой талант нужен он сейчас или не нужен востребован он или нет точно как в земле есть залежи который до которых даже еще не добрались но они заложены они нужны они на учете у бога ты как личность сын божий веди эти списки знай свои таланты владей своим ресурсом владей своим кругом жизни отец я благодарю тебя высвобождаю твое помазание на разум видеть плодоносить идеями я сейчас вижу прямо как сознание открывается оттуда мудрость струится как поток я сейчас чувствую такое благоволение твоей голове потрогай еще давно мы это не делали положи просто руки на свою голову и скажи золотая сокровищница небо с нетленными идеями их много высокие идеи я человек я личность идеи я не тот кто предназначен обсуждать людей или новости я тот кто предназначен высвобождать обилие идей прямо скажи это на себя скажи много идей много идей похвали себя скажи я идейный я очень идейный я очень идея мой мозг это кладезь и я разрешаю быть идеям я разрешаю быть идеям я уважаю свои идеи я люблю идеи это то что меня наслаждает обдумывать подумай себе так я сейчас говорю тебе это но ты думаете мысли о себе я обожаю идеи это меня увлекает с этого момента я буду говорить об идеях я не буду говорить о людях я не буду говорить о событиях я буду говорить об идеях это моя природа это моя слава в этом я уподобился отцу я и отец одно у нас много идей отец я благодарю тебя я прямо сейчас высвобождаю эту способность торговать купил меня это постоянная трансляция помазали внутри купил меня купил меня скажи себе я тот кто имеет власть сказать купил меня отец я благодарю тебя все ипостаси в сыне твои да и аминь я благодарю тебя что когда мы будем проходить этот квест отец каждый из нас будет просто в восторге от того какой талантище сокрыт внутри какая слава приумножать извлекать драгоценное высвобождать финансы из бетонных ситуаций продавать невозможное это слава мы будем плодиться и умножаться в каждой сфере благодарю тебя отец благодарю тебя благодарю тебя халилюя друзья мои также я чувствую это коснулась если ты почувствовал желание извиниться перед какими-то людьми вот такими громоотводами сделай это я уверен ты высвободишь огромную наш кирпич выкинешь из своей жизни высвободишь огромный ресурс энергии внутри потому что и самому тебе приходилось иногда быть громоотводом и про тебя плохо думали сделай это обязательно и и если ты когда-нибудь была женой пастора или таким громоотводом у своего начальника мое благословение тебе пускай вся боль которая тебе досталась она будет просто снята сегодня во имя иисуса ну что ж дорогие друзья в следующем уроке мы продолжаем тему ресурсы я буду высвобождать я верю что это я чувствую прямо физически как это обогащает тебя и заставляет посмотреть с уважением на самого себя запомните любой такой ресурс это потенциальные деньги точно так как помазание это всегда потенциальные деньги любой талант это всегда или помощник косвенный или прямой материализации поэтому ничто не должно остаться без внимания самое бедное что только могли придумать люди что ресурс это деньги на самом деле ресурс не в этом деньги это просто материализация ресурсов поэтому ценим это уважаем себя ценим свою золотую головушку двигаемся дальше доходи курс до конца выполняй задание квеста я уверен ты в конце курса будешь другим и следите за нашими объявлениями всегда про зумы про все что будет касаться престола бизнеса до встречи в следующем уроке пока мы нищие и многих обогащаем это наша власть мы нищими себя назвали не потому что у нас ничего нет а потому что мы сделали дистанцию мы отрешились мы сказали да это все ерунда управление номер один ты поставлен на управление поставлен как сын на которому поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни это сын который не говорит да мне козленка сын который раздает этих козлят назначает урочное служанкам меру хлеба выделяет мне не нужен миллион долларов мне нужно миллион возможностей процветание не здесь процветание я хочу чтобы ты знал единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание я и и и и и и